Зима близко. Знаменитая фраза из популярного сериала в такую погоду, что за окном как нельзя кстати. До начала снегопада, сугробов и льда осталось совсем немного. И Управление коммунального и жилищного хозяйства города продолжает подготовку к зимнему сезону. Подробнее о мерах достойной встречи самого холодного времени года расскажут наши гости. В нашей студии Рустам Муратов, начальник производственно-технического отдела Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы. И Раис Ямодилов, первый заместитель директора Управления жилищного хозяйства Уфы. Здравствуйте, дорогие наши гости. Мы очень рады, что вы сегодня пришли. Тема популярная сейчас особенно, да, потому что вот буквально в самое ближайшее время, как я посмотрела, как раз-таки к выходным обещают снег уже в Уфе. Слышали об этом? Наверняка тоже следите за погодой внимательно. Да? Да. Хорошо, это уже радует, хорошо. Я так понимаю, что сейчас в полной мере идет подготовка к зимнему сезону, правильно? Как происходит это у вас? Кто начнет, расскажет нам. Давайте, Рустам. В этом году у нас будут задействованы 462 единицы коммунальной уборочной техники в осенне-зимний период. В настоящее время ведутся осмотр техники коммунальной уборочной. Все муниципально-бюджетные учреждения совместно с ГИБДД, гостехнадзором проверяются техникой готовности. Ну вот вы говорите, столько единиц техники будет. В сравнении с прошлым годом это такое же количество или больше нам теперь потребовалось? В этом году у нас количество единиц техники увеличилось, так как мы в этом году приобрели 88 единиц новой техники. А, еще плюсом, да? Да. Ну тогда, значит, у нас вообще все будет хорошо. Коммунальная техника увеличилась, но работу будем проводить. Ну хорошо. Ладно. Вообще понятно, что все готовятся к зимнему сезону и обязательно, в первую очередь, все, что вспоминается зимой, это, конечно же, посыпка наших дорог, да? Для того, чтобы не скользко было и гражданам, и автомобилистам. Когда уже планируется проводить? Я так понимаю, как только гололед наступит у нас, правильно? Нет, противогололедный материал мы уже как бы все проторговали, мы приобретаем, приобрели. Порядка 14 тысяч тонн противоголедного материала, как бы, заготовленного уже у нас. Так. Раис, что есть добавить что? Ну, как вы сказали уже, к зиме готовятся все, да? Возьмем, будь то простой обыватель, простой человек, или будь то предприятие, или отрасль. Все готовимся к зиме. Поэтому тоже жилищные предприятия подготовились к зиме, к зимней уборке, в управлении крупных управляющих компаний. На сегодняшний день где-то находится 4200 домов. Общая площадь у территории 13 миллионов квадратных метров. Из них порядка 5 миллионов квадратных метров – это асфальтовое покрытие. Для уборки вот этих территорий тоже подготовлена техника соответствующая. Имеется 44 единиц техники. И в том числе и порядка 20 единиц малогабаритной комплексной машины, то есть МКСМки, которые очень хорошо себя зарекомендовали для работы в стесненных условиях, именно в наших дворах. Разработаны маршруты для уборочных машин, система колесных тракторов, механизмы оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Для более, так скажем, контроля для осуществления контроля, знать движение по маршруту и можно отследить, значит, сколько времени и по какому маршруту эта техника двигалась. Кроме того, естественно, тоже подготовлены жилищными предприятиями порядка 4000 кубометров антигололетных материалов для посыпки, как вы сказали уже, территории пешеходных дорожек. Это в основном все это для работы во дворах. Естественно, готовятся и люди, штаты, инвентарь. Ой, слушайте, о людях у меня есть отдельный вопрос, да, касаемо сотрудников. Но сначала хочу все-таки по поводу вот уборки, например, при домовых территориях, да, во дворах именно. Я помню, что в прошлом году, насколько точно я помню, вы мне сейчас, может быть, подскажете, была возможность у жителей нашего города сообщить, в каких местах именно вот как раз-таки проблемы со снегом, да, чтобы ваши службы приехали туда и расчистили территорию. В этом году планируется такая же работа проводиться? Да, конечно, все то, что позитивное принято людьми, для работы, естественно, останется. Будет у нас также телефон горячей линии Уфа теплая, Уфа снежная. Ой, как красиво звучит. И она как она работала, так будет работать. И, естественно, интерактивные карты. Это замечательно, что у нас службы так активно работают, да, всегда приходят к нам на помощь. Поэтому не переживайте, все более такое название красиво, Уфа теплая, так приятно сразу стало, да, как будто не холодная зима вовсе наступит. Это впереди совсем скоро, которое уже придет, буквально на этой неделе говорят нам. Поэтому обязательно, в первую очередь, конечно, автомобилистам мы советуем поменять себе резину для того, чтобы было безопасно на дорогах. Ну, а всем, кто пешим, да, способом добирается, то, конечно же, тоже позаботьтесь о том, чтобы, не дай бог, не подскользнуться. Но в любом случае я уверена, что наши гости позаботятся в том числе и о вас, чтобы все было безопасно. Вот касаемо про людей, да, про кадры, я помню, что в прошлом году, насколько, опять-таки, достоверная информация, в моей памяти, была нехватка сотрудников в ваших, как раз-таки, сферах. Как в этом году обстоят дела? То, что касается жилищных предприятий, да, такая проблема у нас существует. На сегодняшний день то, что трактористами-механизаторами укомплектованность составила 86%, ну, это особой тревоги не вызывает, потому что техника есть разная, тяжелая. Ну, к примеру, скажем, гусеничная техника и такая колесная техника, там справляется один тракторист, то есть приобретение, да. Но здесь ситуация у нас более-менее так стабильная, так, то, что укомплектованность дворниками, да, это и есть. На сегодняшний день то, что вот этих, я сказал, что в 8 управляющих организациях у нас укомплектованность составляет 32% всего. Слушайте, ну, вот неважно, да, дворник или это водитель действительно вот этого специального транспорта, да, все они с утра очень рано выходят на работу, правильно? Я просто помню, когда вела утреннюю программу, как раз-таки отправлялась на работу, это было в 5 утра, ведь они уже были на посту, они уже работали в этот момент. Ну, то, что касается коммунальной стороны, коммунальная техника, там по графику работают, а то, что жилищных предприятий, рабочий день дворника уборочных машин начинается с 6 утра. А в дни обильных снегопадов еще продлевается, значит, с 5 утра организовывается двухсменная работа до 10 вечера. Ну, в первую очередь, как правило, ощущается это въезда в квартала, от подъездов домов, потом тротуары, а потом уже как бы проезжие части. Вот здесь хотелось бы обратиться тоже, вот вечная проблема у нас, то, что дворы стесненные и заставлены очень много автомобилями, и это препятствует своевременной уборке. Техника не может проехать, а потом все-таки от этих же жителей получаем недовольство, жалобы и все прочее. Поэтому призывом жилищных предприятий относиться как бы с пониманием, что это для нас, для жителей, они прилагают все усилия, чтобы было комфортно уехать на работу, приехать с работы, поставить машину и все прочее. Вот, вы, кстати, правильно сказали, да, поэтому всем нашим телезрителям мы, конечно же, на будущее говорим, да, что когда начнутся вот такие вот работы, чтобы вы как раз-таки свои автомобили ставили туда, где это не помешает работе сотрудников вот этих сфер деятельности. Рутам, к вам вопрос. Вот я помню, что, знаете, по-моему, года четыре назад было такое, что прямо после Нового года, да, снега столько навалило в Уфу. Я как раз уехала домой в Челябинск, возвращаюсь, а здесь, значит, как раз-таки все новости пестрят о том, что Уфу засыпало. Вот мы в этом году готовы к таким сюрпризам, погодам? Ну, в этом году мы готовы, также коммунальная техника у нас готова, сейчас, как уже говорил до этого, сейчас проходят смотры техники. То есть вот тех единиц, которые у нас уже закуплены, этого хватит для того, чтобы в городе был порядок? Да, хватает, ну, все равно коммунальную технику необходимо обновлять, понимаете, что они износ проходят, многие сто процентов износом техника коммунального уборочного. Ну, обновляется ежегодно, спасибо большое Республике Башкортостан, помогает правительству, администрацию города, выделяет финансирование и приобретаем новую технику. Ну, это замечательно, но я знаю, что многие жильцы своих как раз-таки дворов выходят на улицы, да, для того, чтобы в зимнее время года хорошо провести время, почистить свой двор. Это как-то помогает вашим службам или нет? Да, безусловно, но, к сожалению, таких добровольцев, энтузиастов очень мало, очень мало. Хотя бы вот почистить то место, где он постоянно ставит машину, и то это уже как бы большая польза для себя. Да, ну, работаем, хоть жилищные предприятия работают именно для людей, но вот это такие ситуации, когда обильный снегопад просто, ну, не успевает просто, просто чисто по-человечески. Вот, поэтому, конечно же, я еще раз призываю, может быть, нам даже какой-нибудь флешмоб такой запустить, да, и я не знаю, может быть, зрители нашего телеканала будут как раз-таки свои дворы сами чистить, присылайте нам фотографии, мы с удовольствием покажем, что вы такие молодцы, ну, и будем награждать вас. Я думаю, нам стоит совместно подумать об этом, это хорошая альтернатива и помощь, я думаю, будет в том числе, да. Ну, и, конечно же, раньше это было, мне кажется, популярно, все выходили, да, у себя в дворах чистили, ни на кого не надеялись, и все было замечательно. Ведь у ваших служб очень много работы, и помимо дворов еще, правильно? Да, конечно, в зимний период, особенно у нас, ну, такие климатические условия, да, что снег накапливается не только на земле, но и на крышах, на кровлях, естественно, да. И в связи с этим тоже проводится большая работа, именно по недопущению каких-то несчастных случаев, связанных со сходом снега. Поэтому тоже здесь уже тоже укомплектованы обученные бригады, порядка 90 бригад, они имеют допуск к работам на высотах, тоже к этим готовимся, готовятся жилищные предприятия, предупредительные надписи, ограждающие устройства, это все как бы заранее подготовленные. Ну и хорошо. Дорогие гости, спасибо вам огромное за то, что вы к зимнему сезону подготовились. В нашей студии были Рустам Муратов, начальник производственного технического отдела управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации УФИ, и Раис Юмодилов, первый заместитель директора управления жилищного хозяйства УФИ. Спасибо огромное, мы говорим нашим гостям, ну а прямо сейчас мы прервемся буквально на пару минут, а после в этой студии мой коллега Алексей Горюнов встретится с игроком уфимского салата Юлаева Егором Сучковым, чтобы обсудить старт хоккейного сезона. Не переключайтесь. Спасибо.